Девушки отдыхают Немножко по-разному, а значит сравнивать их между собой было бы не очень корректно Во-вторых, машины эти в основном интересные Поэтому на каждый из них имеет смысл остановиться поподробнее Нежели делать такую же мешанину, как была с премиум танками для Бичар Поэтому в пробном выпуске мы рассмотрим английский Индепендент Итак, стоит он, как утверждает War Thunder PD, 2100 золотых орлов Что обозначает сумму примерно в 650 рублей Что же мы получаем за эти деньги? Мы получаем броню толщиной 28 миллиметров При этом в лобовой детали никакого угла наклона нет Выглядит эта машина как трактор, ей же она по сути и является Экипаж танка аж 8 человек, безумное количество Располагаются они в четырех пулеметных сиськах Мехвод сидит под шлемом Тевтонского рыцаря Ну и главное орудие находится в чайнике со свистком Стреляет танк из 47 миллиметровой пукалки Каморными снарядами, что для Британии этого периода довольно странно Мне казалось, что они вообще ничего кроме сплошниковых снарядов не используют Что же мы в общем и целом имеем в сухом остатке Практически бесполезные четыре пулемета Так себе орудия главного калибра Брони нет Но зато боеукладка расположена вполне себе гуман А в целом картинка за 650 рублей довольно сомнительная Может ли такой танк нагнуть? Может, потому что БР-то у него всего 1,3 А значит он будет встречаться в бою с самыми базовыми машинами Мне кажется, что он способен переехать их гусеницами Давайте посмотрим, как оно будет на деле Ну что, клепанный утюг понеслась Или, наверное, лучше сказать, потащилась Как видите, я взял с собой аж 70 снарядов Потому что я верю, что это маус от мира лоу-левельных БРов И поэтому жить я намерен на этом танке долго И завалить примерно 69 врагов Возьму так и быть поправку на одну единственную осечку На один единственный выстрел Все остальные должны быть один снаряд на один фраг Уж за такие-то деньги Я никогда так не ошибался в своей жизни Так, ну что, попробую попетлять на этом лимузине дворами Вроде с парковкой здесь проблем нет Как, в общем-то, и с жильцами Сейчас где-то тут уже должны быть вражеские морды Вижу одну Поворачиваем свою... Убербашню сделаем выстрел И убиваем какой-то запорожец кабриолет АС-42 Могучая добыча Так, кто еще? Где? Что? Видишь врага? Нет А он есть Это суть и смысл War Thunder Вон они катаются О, да это ж пиздак Не, ну на пиздак выезжать Это вообще чревато Это страшная машина Предлагаю объехать Главное, чтобы не вывели из строя основной чайник В смысле главную башню Из которой вылетают в основном смертоносные снаряды Чух! Отъехал М13 Еще кто-то пытается сдать задом Но хрен там плавал Выстрел Ноль эффекта Давай пробуем трамвай пробить Пробит трамвай Сука, хорошо кондуктора нету В кондукторе бы снаряд застрял Ай, какой разворот В 23 приема Пытается исполнить этот базик Ни хрена он не пробивается Ну вот, пердак все-таки рванул Начинает меня обстреливать Какое-то... Какое-то дерьмишко Это же пиздак Боже мой Только не ты За что? За что? За что мне этот танк? Он же вообще, блядь, нихуя не пробивает Посмотрите Ему же всем просто поебать на мои выстрелы Нет, все-таки я нашел ахиллесовую дырку, блядь В форточке мехвода и пробил Но это невероятно, боже мой Усраться какие же поганые снаряды Блядь, мне кажется, из Калашникова больше пробил И пробить можно было чем из этого Это не индепендент Импотент Надо было танк с такой пушкой называть Что же вы провафлились? Опа, опа Срослась, так сказать Казна и пушка Сейчас, подожди-ка Еще ловим башню Получи из пулемета Пулеметы смерти, давайте За вас же уплочено Уплочены сумасшедшие деньги Что, пулеметчик? Пулеметчик один отъехал в правой сиське Правая сиська теперь пассивно Но танк горит Танк горит Я думаю, что он догорит уже без моей помощи Он что-то пытается там поездить Наверное ОБЖшники в этой машине Куртками потушили пожар Суки, уж долго он горел Да, бля Слушай, а это не смешно Ты собираешься там куда-нибудь уже? Апостол Петр Заждался уже предъявить за дела твои блядские Какая помощь? Какая помощь? Какая падла его посмела Скрысик, ты че? Я, блин, второй человек в нашей команде Нельзя мне воровать Это все, что воровать у премьер-министра Так, а у нас точку А забирают Делаем разворот в 33 приема на площади Потому что меньше на Индепенденте Нет, смотри, нормально Примерно с грацией какой-то баржи Застрявшей в болоте Разворачивается этот танк Можно подставлять и жопу противнику Будет что угодно Потому что народу в этом танке Жопой жуй, боеукладку Но мне просто не попасть Она очень маленькая Она меньше, чем пистоны на моем детском пугаче Собственно, это и есть пугач Пугач на гусеницах Я бы даже сказал пукач Устрашающий пердит в сторону противника И оказывает дезморализующий эффект Вот оно Пулеметы смерти к бою! Да, и пулеметы смерти затащили Смотрите, как вальяжно сидел офицер За зениткой В этой машине В этой позе пулеметы смерти Его и застигли Так, тут наш Это, блядь Это же наш Т-26 Написано же, алло Что происходит? Откуда, блядь, летит это дерьмо? Я нихуя не вижу Бля, почему пыли-то столько? Ёб твою мать Коммунальные службы Пиздец какой-то, блядь Куча дыма сдох, нахуй Даже Написано, причем Т-26 Оказывается, Т-26 Мне написано это про танк Который там через три дома Где-то ездит, блядь Очень важная информация Мне же не до пизды Кто вот там На том конце карты Посмотрите, где это Т-26 Нахуй он светится через все дома Зачем это сделано? Ну чё, ребят Топи буржуйку Мы в снегах Интересно Обогреватели в башнях есть? Просто мне кажется, что у меня сейчас Танкисты и мехоты От обморожения Помирать начнут Нихуя себе А почему именно я-то, блядь, выхватил? ВТ-шка, видимо, вовремя съебалась Да-да-да-да-да Ну чё, башня-то повернется сильно? Лови, придурок Не, нихуя, да? Ладно Попробуем вот так Чух! И нету пулеметчика Слушай, меня, блядь, зенитка отрикошетила, походу Отъебукала, блядь, меня как надо Вы просто посмотрите Несколько очередей по мне дала Наводчик обоссался Остальные умерли И мехвод, мехвод В своем тевтонском шлеме Вот в этом, блядь, вместо кабины Единственный целёхонький остался, господи Просто охренеть У этого лимузина брони нет вообще Блядь, 30 секунд ремонта Вкопайте меня нахер в землю Я лучше дотом здесь останусь Ух ты, блядь Ой, тебя только не хватало Ай, говно Получи В ответочку башню заклинили На лобо пушку ломать, господи Нахрен эту башню Во Так По-моему, ему абсолютно насрать Ещё их в жопу меня окучивает Давай, куда-нибудь стреляй Бля, вообще насрать Наваливай Ёб твою мать Он... Да Хуй, а у меня распахнулось Танк на проветривании Всё, всё Я не знаю, почему он перестал стрелять Интересно, в каком-нибудь альтернативном переводе Индепендент не переводится как Ублюдок Мне кажется, его заклинило От перегрева, блядь Да, неуязвимым индепендент, конечно, не назовёшь Прям вот Вообще не назовёшь Живучий, да, возможно За счёт огромного количества Экипажа Половина британской армии, мне кажется Сидит вот в этом танке Но при этом легко и просто Этот танк пробивается даже брошенным кирпичом О Какая встреча В этот вечер Давай нахлобучивай, ёпты Вот в эту сторону теперь Отлично, отъехал Так, кто-то здесь ещё и за камнем попёрдывал Я видел Хотя следов чё-то не видно Ёпарас это О Нихуя себе приехал Опять мне пушку сломали Мракобеса чёртова Да, умные танкисты знают, что Пушка-то у танка серьёзная одна Поэтому Давай, бля, выстреливай в него чайными пакетиками своими Он ищет, ищет, ищет последнего Но Последний-то сидит в задней левой башне Правой А это надо объехать ещё Да Просто Развальцевали Вообще, конечно, хитрожопые танкисты давным-давно выкупили Что первым делом вражескому танку надо сломать ствол И таким образом себя обезопасить от ответного огня А если сломать ствол индепенденту То можно себя обезопасить в принципе вообще от всего Потому что пулемётами он вам точно ничего не сделает Если вы, конечно, не на зенитке И вот эта чудесная система ломания друг другу стволов и казёнников И составляет основу геймплея на ранних левелах в этой игре О, да это же французский бибис или битер Это вообще Вообще бесполезно с ним воевать Он не пробивается никуда и ничем Его армата бы, наверное, не пробила, бля А вот БТ-шку можно шпокнуть Хлобысь И чё там с ней загорелось, а падла А теперь Гусеничка, да? А теперь ещё по жопоньке вообще без эффекта Оооо Отлично, бля Вот это война Вот это жаркая перестрелка На греймпе надстреляют, сука, чайными пакетиками, блядь Без ниточки Они там шлёпываются об вражеские танки И отваливаются потом, когда засохнут Эх, арту бы сейчас Да чтоб за камень, да чемоданом Ооо Никогда не думал, что мне когда-нибудь будет её не хватать Ооо, ну всё Из пулемётов-то Индепендент пытаться пробить Это прям вообще Прям то, что надо Херак одному в щи Херак второму давай тоже Где-нибудь там приемли Ооо, попал Обоссаться Я в восторге Смотрите, сейчас заберу его Даааа Ооо, первый фраг С каким же трудом он мне достался Половину боекомплекта пришлось тут оставить Эх ты, блядь, чё происходит Надо было снарядов все 200 с собой, наверное, брать Потому что Уходят они с потрясающей быстротой Так, вот там вот Оттуда кто-то соизволил меня Пердеть в мою сторону Перелёт Сейчас мы должны Сейчас мы Приловчимся Придрачимся С такой скорострельностью Дальномерный А, это этот Биттер грёбаный Пиздык Всё, нахуй Приехали Сразу и мехвода, блядь И наводчика Отлично Ещё раз Им же порылу, блядь Бесполезным этим Ну, нахер этот Вот Бибис Это вообще чит, блядь Просто чит Чит машина Серьёзно Да ладно Я его завал А, это Это не Это не тот танк Или я Чё-то перепутал Или Бибис уехал И приехал В этот херня Противина француза Есть, есть Есть французы Есть и Бибис Без Бибиса Ни один замес По-моему На этом ранге Не обходится Давай же, блядь А, получи Наконец-то Мстя долетела Оооо Вот это просто Майкл Джордан Кинул этот снаряд Лично рукой своей, блядь Ну, чуть-чуть же Чуть-чуть же Давай же Помощь уничтожения Наконец-то его забрали 41 снаряд остался Это тот боезапас При котором уже Стоит начинать волноваться За то, что кончится снаряд А надо доехать до точку До точку Надо встать на точку И пополнить чемодан Боеприпасами Заодно поменяем Кого-нибудь из танкистов У меня все-таки Есть один целый На замену Это невероятная роскошь Нельзя и не воспользоваться Блин, снаряды в танк Закидывают как семечки Серьезно Щелк, плюс один Щелк, плюс один Что я уже настрелял-то? Так Ну, смертей три фрага Да Это серьезный замес А, ну все Тут уже погнали Наши городские В сторону деревни На этом, я думаю Данная война До Индепендента Закончилась Какой же, собственно Можно подвести итог По танку Индепендент Как и ожидалось Защиты у танка Нету вообще Нихренашеньки Никакой Но танк Чертовски Живуч За счет своего экипажа Восемь человек Ваншотом Здесь не выбить Однако Потеряв свое главное Да что там главное Единственное орудие Танк становится Практически Беспомощным Потому что Из своих пулеметов Он нихренашеньки Сделать Не может Может ли этот танк За 600 рублей Нагибать Ну в общем-то Да Он Как ни крути Но он довольно Нихреново Танкует снаряды Чтобы его разобрать Полностью Приходится стрелять По нему Раз 5 А то и 6 Ну вы в общем-то Это видели Что в свою очередь Дает время поиграть Дает время пострелять И в общем-то На нем Можно поездить Захочется ли вам Формить на этой машине Ну я не знаю Это наверное Лучше вы мне скажите В общем Я бы оценил эту машину Где-то на 3,5 звезды Из 5 Стоит ли она 600 рублей Честно говоря Понятия не имею На этом в общем-то Все Пишите что думаете Пишите как вам этот танк Купили бы вы себе Такое Может вы уже являетесь Счастливым обладателем Этого клепаного чайника А тогда напишите Как оно вам В общем все Как обычно Чего-нибудь жмите Чего-нибудь Пишите И все такое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...